Всем доброе утро! Мы с Максимом уже проснулись. Мы сегодня так поговорили, мы вносим новую рубрику «Тайские будни». Сегодня проснулись. Кстати, микрофон, вот этот микрофон, вот с момента того влога, где мы его купили, мы его еще ни разу не заряжали, и он до сих пор у нас работает. По-моему, это очень классно, особенно если ты такой же забывчивый человек, как я, который все время забывает заряжать какие-либо вещи или вставлять карты памяти, я даже с камеры скидываю видео напрямую через шнур, потому что я могу забыть карточку, и это будет все. Сейчас мы ничего такого еще не делали, я пожарила себе яичницу, Макс сейчас тоже попросил, чтобы я ему приготовила, поэтому будем жарить. Надо навести порядок, у нас тут вещи, мы вчера стирали, еще все висит, и сушилка у нас на балконе такая маленькая, что у нас ничего туда не поместится, поэтому приходится вот таким способом развешивать вещи. Надо наводить порядки, надо готовить что-то, кушать. Я хочу сегодня привести ноги в порядок. Кстати, день рождения-то мы все-таки отметили. Всем привет! Помните, я говорила про то, что я не хочу справлять день рождения? Угадайте, где я сейчас? В общем, это было внепланово, Диана и Наталья Мир. Сегодня устроили мне день рождения, и в общем, вот здесь. Как-то так получилось. Сегодня пьем за вот эту прекрасную девушку, по имени Кристину, между прочим. Пьем за то, чтобы она росла. И не только она, но и... Как они, нура? Подснежники! Подписчики, ура! Вот как-то так вышло, мы взяли даже Бадюську с собой, но он бегает, знакомится. С такими пёсиками прекрасными. У нее язычок такой, смотрите, какая она милая. Короче, проехались мы сегодня на ночной рынок, с Максимом в Туком съездили. И просто мне звонит Диана. Мне так удобно. Заткнись! В общем, звонит мне Диана и говорит, он пишет мне, Диана, прихожу, там куча голосовых сообщений, ты где? Что происходит вообще? То есть мы уже все собрались, где ты? В общем, вот. Поэтому мы сейчас здесь сидим. Очень веселая обстановка, на улице безумно жарко. Еще сзади жарит мангал. Все трещит. День рождения удался, я так думаю. У нас Бадюська куда-то убежал. Базичка! Я не знаю, будет у меня здесь видно или нет, но вы посмотрите, какой здесь бассейн. У Натальи Эмир уже есть обзор этого бассейна, но это так прекрасно здесь жить, мне так кажется. То есть здесь тишина, ну не считая то, что мы кричим. И просто водичка такая. Среди нас есть один человек, и он самый главный в этом вечере. Давайте на него покажем пальцем. День рождения тебя! Я тебе желаю... Князь говорит, тихо. Князь биткоинов говорит. Я тебе желаю все, что ты сама захочешь в своей жизни, чтобы у тебя это сбылось. Можно добавить. И можно еще в два раза, в три раза это преувеличить. Что самое лучшее пожелание, я тебе желаю все, что я хочу себе пожелать. Пусть то же самое исполнится у тебя. Это будет искренне и от души. Ну, Кристинка уже рассказала, чем она будет заниматься. А я буду сидеть и бездельничать. Я буду смотреть, пусть говорят. Серия называется... Весь зал был в шоке от такой развязки в истории такого-то числа. Кристинка мне сказала, сейчас я тебе приготовлю офигенный обед. Я говорю, какой? Она говорит, яичницу. Будем кушать сейчас обед яичницу. Плюська бегает. Не бегает уже. Лежит. Плюсь, привет, скажи. Иди. Скажи. Привет. Мне прошло и двух минут, как Кристинка приготовила вот такую вот мне вкусняшечную вкусняшку. Да. Сейчас будем смотреть вот это и кушать вот это. Кристинка себе приготовила намного вкуснее яичницу, а мне не очень как-то. Она все такое развалистое, в общем, она мне все время хуже делает, а себе вкуснее. Пока, короче, Максим кушает. Я хочу рассказать, чем я сегодня занялась с утра. Я успела договориться насчет стрижки Бадюхи, потому что это очень важно. Здесь найти игру мира сложно, но у нас появился один человечек, и в четверг мы его уже будем стричь. Потом мы договорились со Стасом встретиться, еще не скажу на когда. Не скажу еще на когда, да, потом вы об этом увидите это видео. И, в принципе, пока все мы... Очень не знаю, чем мы будем заниматься сегодня, но в любом случае мне нужно убраться, приготовить ужин. И хочу сделать ножки. Это прям обязательно. Обед тебе хватит. Кстати, мы сегодня, я проснулась в 9 утра, знаете из-за чего? У нас опять тайцы стучали, делали ремонт. А у нас здесь кончик настолько тонкий, что если они даже будут на первом этаже стучать, будет ощущение, что у нас за стенкой. Слава богу, они оказались, что у нас... Они оказались, ремонт делают у нас на этаже. Я пришла с телефоном, говорю, смотрите, сколько времени. Говорю, вы еще хотя бы час не постучите, дайте поспать. В итоге они замолчали на целый день. Это хорошо, потому что мы ходили в офис, разбирались. Мы ходили, звонили на ресепшн, разбирались. Вроде все это утихало, но только на время. Ну, надеюсь, что сейчас по утрам уже не будет такой долбежки. Привет. Привет. Макс у нас не хочет в спортзал идти. Макс, почему ты не хочешь в спортзал идти? Потому что у меня пресс и так большой. Покажи свой пресс. Вот через футболку видно. Смотрите, какой шар. Даже скала он разобьется об моего пуза. В следующей неделе начнем бегать. Давай завтра. Давай завтра. Завтра в 6 утра встаем и идем бегать. А что ты сваливаешь? Лентяй ты. Что ты сваливаешь? Что он тебе делает? Не, честно говорю, завтра бегать начнем. Кристинка, бегать завтра начнем? Ой, ты не пойдешь никуда. Я тебя разбужу специально в 6 утра. И ты не пойдешь бегать? Ну, я-то могу проснуться в это время, а ты... Ну, а бегать ты сможешь в это время? Это разные. Если не покушаю, то в 6 побегу. В 6 ты точно не покушаешь. Вот, будем бегать тогда. Главное, чтобы ты проснулась. Проснешься? Проснусь. У нас еще один комментарий. Да. Кристинка проверяет комментарии. Что там написали? Сегодня очень жарко. И мы сегодня никуда не ходили. Мы целый день дома валялись. Потому что на улице невыносимо жарко. Крис, пойдем в спортзал. Пошли. Завтра. Все, ладно, я пошел спать. Продолжение следует.